Всем привет и добро пожаловать в 10 эпизод карьеры за торт. Последние забежали в поезд. Если так, я просто сяду обратно в поезд и поеду в Краснодар. Все выглядит дорого-богато. Я купил себе для путешествия Xbox S. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал На Пару. Мы видели, как вам понравился прошлый ролик с нашим путешествием. Сегодня у нас еще усложненная версия, потому что мы не просто едем в Москву, а еще летим в другую страну. В сумме мы очень много потратили, расскажем по ходу дела. И сейчас нас ждет ночной переезд на поезде. 17 часов, но на двухэтажном. Мы будем, по сути, на четвертом этаже спать вместе с Ирией. Я знаю, что вы ждали наше путешествие. Если так, поставьте лукас. Мы стараемся сделать максимально много интересных, насыщенных и дорогих видосиков. Ну и писать, что здесь поудобнее, как я и пятого просмотра. Максим, расскажи всем, как ты подготовился к поездке. Секунду. Я купил себе для путешествия Xbox S. Но у тебя же есть два Xbox. Но по факту три, я еще один Даня отдал, это четвертый. И как бы было мало. Он легче в два раза. Алина сможет больше шмоток купить. Аргумент, я согласна тогда. Мы, кстати, первый раз оставим Иви у родителей на целую неделю. И не знаю, как она это перенесет. Она уже понимает, что будет какое-то путешествие. Очень нервничает. И сложила свои игрушки в чемодан. Причем мы летим с полупустыми чемоданами, потому что у нас в планах накупить очень много всего. У нас? У меня, если честно. Изначально я взяла чего-то поменьше, но туда не влезло даже то, что я сейчас с тобой беру. А на покупке места нет. И Максим сказал, что он возьмет этот чемодан. Но мне кажется, что я могу влезть в него, если честно. Ну, Иви там точно поместится. И здесь самое главное. Едет ее трос. Смотрим, кто интересовалась. Нет, или он едет в Москву. Нельзя. На самом деле, мы решили уехать в тепло, потому что даже сейчас в Краснодаре холодно. Уже и в кофте как-то зябко. Надо снова жару вернуть. Кстати, пока не забыла. Вы помните про наших друзей в OneX? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Переходите в закрепленный комментарий. А эта промо дает бонус до 100 долларов. Удачи! Ну что, мы наконец-то в поезде, но все обошлось не без приключений. Я немного напутала время. Точнее, как? Мы вышли в такси, и я забыла сказать, что мы собака, и таксист отказался нас везти. И пришлось заказывать заново и ждать еще плюс 15 минут. В итоге мы последние забежали в поезд. И только мы зашли, поезд тронулся. То есть, реально были на грани. Я чувствую себя виноватой. Но самое главное, что мы здесь. И в этот раз мы едем на двухэтажном поезде. Мы на втором этаже, как Максим говорил, на четвертом. В этот раз мы не в СВ. Монетизацию отключили, сами понимаете. Мы выкупили себе купе. Опять-таки, потому что мы с собакой. Чтобы она никому не доставляла дискомфорта. Скорее нам, чтобы не мешали. Ну, если честно, да. Потому что ехать в купе еще какие-то два человека было бы не очень комфортно. Купе выглядит тоже очень хорошо. Правда, здесь нам не застелили кровать. На втором этаже застелили. Здесь немного скошенный потолок. Мне кажется, Максиму здесь было бы не очень комфортно. Есть розетка. USB даже. Ну и зеркало для фоток. Все, короче, в общем, супер. В этом поезде есть вагон-бестро. И вы просто посмотрите, какое меню. Здесь есть панкейки. Всякие сырники. Короче, голодными мы точно не останемся. Можно было с собой дошек не брать. Максим, что выберешь? Манкейки или дошек? Дошек. Нам принесли какие-то два ланчбокса. Завтра будет горячая. Сейчас, видимо, снеки. Или уже почуяла еду и сразу взбодрилась. Распаковка от собаки. Так, что мы имеем? Водичка для Алины. Какие-то печеньки. Ну, короче, все здесь для Алины, как я понимаю. Что за фигня? Все? Ничего нормального не начался, нет, короче. Ну что, самое классное, есть просто розетка. Помимо USB-шек. То есть, можно заряжать ноут, работать. То есть, я тут буду монтировать, играть и смотреть Наруто. Всем привет, с вами ревизора Алина. Мы посмотрим, что под кроватью. Здесь просто много мусора. Что ж, пожалуемся. Мне кажется, постельному белью немного плохо. Хэштег живи. Чтобы вы понимали, он скачался при серии 40 и сидит вот так уже, смотрит который час. Интересно? Ну, там хотя бы есть тысячи серий, поэтому не придется в ближайший год искать себе новый сериал. Я предполагаю, что на каком-то сезоне он тебя немножко задолбает. Что, ты тоже хочешь Наруто смотреть? Мы, кстати, Иве сделали мост между нашими двумя кроватями, чтобы она не боялась перепрыгивать и ей было комфортно. Все для вас, Иве. Да, я покажу. Молодец. Ну что, всем доброе утро. Сегодня была веселая ночка. И это не о том, о чем вы подумали. Короче, двухэтажный поезд полный отстой. Здесь ужаснейшая слышимость. Собака всю ночь лаяла, потому что люди все время заходили в поезд, выходили, громко разговаривали. Мы не спали практически всю ночь. И к тому же здесь не работал кондиционер. Мне кажется, до 4 утра уж точно. Все были мокрые, было очень жарко. Доброе утро. Время уже 12, пора вставать. Где тебе больше понравилось ехать? В прошлом поезде или в этом? В самолете. Вот так выглядит второй этаж. Здесь тоже немножко скошенный потолок. Максим здесь еле проходит. На этаже есть кулер. Дальше мы спускаемся по ступенькам вниз. И здесь у нас первый этаж. Как понять, что ты недалеко уже от Москвы. И здесь лежит снег. Чтобы вы понимали, в краснодаре еще было плюс 15. Я решила себе заказать кофе. И только посмотрите, в каком красивом стакане они его приносят. Я уже думала, честно, что таких не производят. И не используют. Он очень тяжелый. И на самом деле он нагревается. Поэтому не очень понимаю, в чем его фишка. Но выглядит антуражненько. Тем временем Максим уже проснулся. Посмотрел все, мне кажется, серии, что скачал Наруто. И приступил работать. Но, если честно, я думаю, он подсматривает Наруто и делает вид, что работает. А нет. Правда работает. И вот спустя много-много часов мы уже в Москве. И всю дорогу не писала. Поэтому Алина переживает. Я очень нервничаю. Потому что прочитала, что собака может вписать 12 часов максимум. А прошло уже 18, ребят. И видите, она уже понимает, что скоро она выходит. И очень нервничает. Мы приехали в 6 часов вечера. Но уже совсем темно. Какое-то зловещее красное небо. Алина, скучала по Москве? Если честно, да. А я нет. Ты только чувствуешь, что честно, что я не уезжала. Как будто я вернулась домой. Не знаю, с чем это связано. Хотя я считаю, что я уже просто нитарчанка. Прям полноценная. Где борода? Я тебе отдала все волосы. Слушайте, поездка на море – это настоящая полоса препятствия. Первым препятствием был поезд. Мы его успешно прошли. Но меня сейчас до сих пор немножко качают. Следующее препятствие – это сдать чек ПЦР-теста из носика. Хотя ковид в России отменили. В Дубае он до сих пор существует. Не ходили никуда практически две недели. Я маникюр даже делала две недели назад. Максим запретил мне. И он в кальянную не ходил. Так что реально одержали карантин. Ну и какая последняя полоса препятствия? В таможне? Да. Вообще поездка была под вопросом. Потому что была мобилизация. Но так совпали даты, что типа ее вроде как отменили перед нашим полетом. Поэтому я даже не знаю. Может быть меня на границе развернут и попробуют отправить в военкомат. Если так, я просто сяду обратно в поезд и поеду в Краснодар. Ищите меня там. Ты рассказал так счастливо, как будто ты больше хочешь домой вернуться, чем на море. Ну и есть немножко. Сейчас пощекочет мой носик и твое горлышко. Мы сейчас у мамы. Я уже доделал второй видос. Еще успею сделать третий. И Xbox пригодился. Посмотрите, он прям стоит там как литой. Удобно. Ну а девчонки чем весь день занимались? Играет? Выбирали сумки. Будем честны. У меня даже есть кадр. Такие сонки. Вот это вообще что? Это вообще диод, алюминтичная. Справа вот это что? Ну что, спустя два часа я приехала забирать результаты анализа. Мы чистые. Коронавируса у нас нет. Спасибо и на это. Но вообще, если честно, путешествие получается каким-то очень дорогим. Во-первых, мы потратили больше 20 тысяч на поезд. Потому что мы выкупали полностью купе. Потом еще 5 тысяч за тест. Срочно мы сдавали, потому что у нас сегодня уже вылет в 11 вечера. И другие тесты нам не подходят. Плюс, конечно же, билеты на самолет. Ну что, ребят, следующая полоса препятствия. Мы в аэропорту Домодедово. Сейчас пойдем проходить. Надеюсь, а так счастье. Паспортный контроль. Скрутили пальчики на руках и на ногах. Мы всем твои ставки. Давай. Ставим сотку. Нет сотки. Ты в смысле? Ты летишь, все дыхай. Я думаю, выпустят. И что я скажу? У нас годовщина отношений. Мы типа год свадьба и 10 лет встречаемся. Нет, но справедливости ради мы покупали билеты еще в августе месяце. Мы давно это планировали. И у нас есть круфы подтверждения. Надеюсь, что если что, это поможет. Что вы понимали, в Москве сейчас плюс один. Но Максимка бы горячий парень уже в шортах и в футболке. Чтобы вы понимали, я говорю Алине, пойдем. Она снимает свой влог, и я стою уже дрожусь. Максима просто даже на контроле спросили, не холодно ли ему. Ты выглядишь как Делбит, просто прости. Все по хобякам. Зато этот Делбит летит в Дубай, а она будет здесь. Закопал просто. First class, бизнес, эконом. Максим, а почему мы не в бизнесе? Он же бизнесмен. Это Иви нас нашла. Просто озверелась и за руку укусит. Если монетизация, монетизация, все дело в ней. Ребята, ну что, мы прошли паспортный контроль. Максиму не задали просто ни один вопрос. Всех спрашивают, куда они летят. Максиму вообще ничего не спросили. Зато мне задали сотни вопросов. И я боялась, что меня не выпадет, а не его. Короче, мы зря переживали. И сейчас мы заходим в зону дьюти-фри. И купим что? Алкашку. Алкоголь. Потому что в Дубае его купить тяжело и дорого. А здесь и выбор хороший. Так что немножко. Мы же не алкаши. Слушайте, на эту водку можно купить только ради упаковки. И потом там носить с собой воду. И выглядит очень стильно. На спорт можно с собой носить. Если ваш муж не такой же романтик, то не стоит выходить за него замуж. Да? Ну и как же пить пиво без хот-дога в час ночи? Вообще идеально. Честь или. Так выглядит очередь на самолет, который двухэтажный. Сколько там людей? Наверное, тысяча. Я больше слушаю, почему в России столько у людей денег. Это последние мы жившие оставшиеся. Здесь даже трап какой-то широченный. Что все поместились? Где? А, потому что ты широкий. Для тебя специально такое сделали. Ну что, мы уже в самолете. Мне кажется, здесь полмосфы. Как будто ты мне в студии находишься. Подсветочка красная. Мы снимаем здесь видосы. Вообще, мне кажется, здесь... Всем привет и добро пожаловать. Десятый результат карьеры зато. Подожди, с этого еще не было. Я все помню. Ну, в Эммере есть все по классике. Экран, опять есть приставка, играет приятная музыка. И просто нереальное количество народу. Но что реально удивляет, что самолет полностью полный. Хотя мы летим ночью, не самый приятный рейс. Но все равно, где не останавливают, все летят на отдых. Все молодцы, поработали, как и мы. Это просто какое-то потрясающее место. Здесь даже наливают вино, виски, водка. Все, что вы хотите. И просто посмотрите, какой стол. Кайф же. Вообще, в Эммере реально думают о людях. Мы дали подушку сразу, блядь. Не надо ничего просить. Максимально комфортно. Они все улыбают. В Арафусе, когда мы ливили, в Мальдивах. Просто все куркали, все были довольны. Факт? Да. А что играешь? С Калин. Да, ну, роду. Мы прекрасно долетели. Время 6 утра по местному времени. Максим вообще не спал. Я поспала пару часов, но чувствую себя немножко пожата. Если честно. Впереди наш последний полоса препятствия. Это повторная сдача ПЦР-теста. Будет обидненько. Будет обидненько. Очень. Потому что главное препятствие мы прошли, как мы думали. Так что скрестили пальчики опять. Но перед этим надо будет пройти километры в аэропорту. Он тоже какой-то громаднейший. Чтобы вы понимали, мы идем, идем и приходим к электричке. Просто у нас куда-то будет везти электричка внутри аэропорта. Максим, что происходит? В Одинцову возвращаемся. Блин. В Одинцову похуже электричка. Интересно. Наверное, в каком-то супердальнем терминале, скорее всего. Доброе утро. Еще ближе снимаю. Фокус носите? В общем, как оказалось, со вчерашнего дня, с 8 ноября, сдача ПЦР-тестов отменена здесь. Мы просто проскочили. Как-то максимально, вообще неожиданно. И до этого везде читала, что он есть. В общем, теперь точно нас ничего не остановит. Мы зря вчера в Москве сдавали тест. Никто не проверил, но слушай. И, кстати, про доллары тоже не спросили. Нет, женщина в России спросила, сколько вы везете. Я мог сказать, что угодно. Могла тебя проверить. В общем, короче, деньги взяли. Мы в Дубае. Начинается хороший отдых. Так, ну, сначала найти свой чемодан. Я купила специальный бирюзовый чемодан, чтобы его было видно на ленте. И просто посмотрите, вся лента в бирюзовых чемоданах. Походу, у всех была такая же логика. Но я-то знаю, что мой самый большой. И вон он идет. Боже, как приятно. Выходишь на улицу, здесь плюс 30. Красота. А это отдельная очередь на такси. Просто централизировано. Вот можно встать и спокойно себе заказать. Ну что, спустя 2,5 дня мы наконец-то добрались до своего отеля. В этот раз мы опять решили остановиться на Пальме. Потому что здесь реально хотела покупаться на пляже. Плюс мы уже здесь все знаем. Но мы решили заселиться в другой отель. Он выглядит немного странновато. Но здесь очень красивая зеленая территория. Рядом большой торговый центр. Но выглядит отель тоже прекрасно. Он в таком более арабском стиле. Здесь какая-то арабская вязь. Очень красивая люстра. Ну и вообще все выглядит дорого-богато. По цене он дешевле, чем тот, в котором мы были в прошлый раз. В общем, у нас была еще одна полоса препятствий. У нас отель оплачен с 3 часов дня. Сейчас, чтобы вы понимали, 7 утра. То есть времени много. Мы не знали, что делать. Были очень уставшие. И нам нереально помогли. Сделали ранний заезд. Причем бесплатно. И мы уже в номере. И просто посмотрите, какая здесь красота. До новых встреч. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...